Добрый день, уважаемые телезрители! У нас сегодня очередной выпуск программы «Смотрите, кто пришел». Я ее ведущий, журналист Рустам Вафин. А пришел к нам сегодня проректор по биомедицинскому направлению Казанского Федерального Университета, директор Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, профессор, доктор медицинских наук Киясов Андрей Павлович. Здравствуйте, Андрей Павлович! Здравствуйте! Рады вас снова видеть в нашей студии. И тема нашей сегодняшней программы звучит так. Вопросы и загадки COVID-19. Вы обстоятельно подошли к этому теме нашей программы. Я вижу, у вас готова целая презентация по этому поводу. И вот, наверное, с чего мы начнем. О COVID-19 сейчас много говорят и пишут. Порой даже слишком много создается такой информационный шум, в котором теряются, возможно, даже теряются какие-то очень важные вещи. Зачем вам понадобился вот подобный документ, зачем вам понадобился подобный доклад, подобная презентация? Ну, я не могу сказать, зачем он мне понадобился. Просто когда случилась вся эта история с COVID, я имею в виду это начиная с Китая, а потом, ну, как любой исследователь, поскольку, так сказать, я работаю в Казанском федеральном университете, мне было интересно разобраться, что же на самом деле есть истина. То есть я не вирусолог, я в большей степени морхолог, патолог, и поэтому мне было интересно разобраться то, что называется патогенез. То есть как поэтапно, почему есть такие осложнения, почему есть другие, почему есть какие-то особенности у людей, у разных, то есть с разным весом, с разным образом жизни. И на основании этого, ну, так сформировалось какое-то мое видение, я с ним выступал, я выступал на научных конференциях, и с студентами я это читаю, и, наверное, то, что вы сейчас меня пригласили, это достаточно важно, потому что я, ну, я пытаюсь просто, я рассказать пытаюсь, что же на самом деле это такое, почему нужны маски, почему, так сказать, это не требование, это не мода, то есть и самое важное, что все должны понять, что ковид, вот это 19 заболеваний, это не сезонный грипп, это немножко другое заболевание, и оно развивается и распространяется, этот вирус совершенно немножко по другим законам. И когда люди будут понимать, в чем есть особенности, то тогда они сами смогут прервать цепочку распространения этого вируса. — А вот вы говорите, вас заинтересовало именно как исследователь, как ученого, проблема ковид-19. Скажите, вам недостаточно информации, которую дает, например, Роснадзор? — Ну, Роспотребнадзор вы имеете? — Да, Роспотребнадзор. — Но они же дают только статистическую информацию? — Ну, они дают рекомендации, они дают какие-то... Они же рекомендации, они на основании вывода ученых. — Вы знаете, какая штука? Вот если я сегодня буду что-то рассказывать и показывать, то у меня на слайде обязательно будет ссылка, откуда это взято. Вот когда мне говорят или где-то я читаю, что надо пить там то-то, это... Например, у меня до сих пор нет убеждения, потому что я пытался разобраться, почему надо витамин D пить. Ну да, мы в эндемичном районе, потому что света не хватает, а это гормон, который в коже синтезируется. Но я не могу понять пока, как витамин D завязан на иммунитете. Потому что одна из основных функций витамина D — это стимулирование синтеза специального белка, перетаскивающий кальций из просвета кишечника в кровь. А вот где там иммунная система? То есть если это связано с концентрацией кальция, я здесь могу понять, потому что концентрация кальция завязана еще и на свертывании крови, и на многих других процессах, так сказать, как бы мышечных сокращений. Поэтому есть очень многие вопросы, на которые я пытаюсь найти ответ, и если этот ответ меня устраивает, то тогда я в него верю и об этом рассказываю. Вы заинтриговали. Давайте начнем. Начнем с презентации. Пожалуйста. Ну, презентация, она достаточно простая. Она, в общем-то, готовилась, наверное, с лета еще, потому что в этой презентации я как бы специально ставил, что вот этот самый узнаваемый образ сейчас не Монна Лиза, не Микки Маус там для кого-то, ну, я имею в виду для моего поколения, а вот этот вот вирус с шипиками на поверхности. Я пытался составить перечень вопросов, на которые я хотел ответить, я их не буду зачитывать, я просто перейду дальше. То есть, ну, первый вопрос, откуда он появился, честно говоря, он сейчас уже не столь важен, то есть, понятно, что он пришел от летучих мышей. Как он пришел? То ли от того, что мышку кто-то съел и начал передавать потом другому, то ли напрямую от мышей. То есть, вот сейчас этот вопрос не актуален. Самое главное, что этот вирус сейчас есть в популяции. То есть, вот уже здесь в популяции он среди нас, и среди нас есть и знакомые, и близкие, которые болеют благодаря этому вирусу. Поэтому он не столь важен, важнее, наверное, и другое, как он передается. А передается он, на самом деле, воздушно-капельным путем, то есть, и через предметы, куда эти капельки аэрозоли попали. Но самый главный путь, конечно же, первый, это воздушно-капельный путь. Причем, значит, почему он называется коронавирус? Коронавирус, ну, по одной простой причине, что вся эта группа вирусов, группа коронавирусов, она, посмотрите, пожалуйста, на картинку, очень четко видно, что на мембране вируса из нее торчат шипы, и когда торчат эти шипы, то это на самом деле очень похоже так на выступы в короне, и поэтому всю эту группу вирусов назвали коронавирусами. Значит, это вирус, внутри которого содержится РНК, то есть, поэтому их называют и РНКовыми вирусами. Как любой вирус, все вирусы, они внутриклеточные паразиты. Вот если бактерии имеют свои органоиды, то есть, у них нет ядра, но бактерии могут синтезировать что-то, так сказать, как бы свои белки, токсины, даже какие-то какие-то. Вот, вирус нет, вирус сам по себе размножаться не будет. То есть, если вирус будет лежать на поверхности и не умрет, он не размножается. А потом он умрет. Но вот для того, чтобы размножался вирус, ему необходимо найти клетку, клетку хозяина, где бы он смог использовать в хозяйской клетке, которую он проник, и рибосомы хозяина, и другие ферменты хозяина, для того, чтобы многократно размножиться, разрушить хозяйскую клетку и выйти на поверхность. Но я потом покажу, как это происходит, потому что вот это как раз сам механизм. То есть, когда вирус попадает в какую-то клетку, он начинает использовать все возможности внутренней клетки, и размножаясь там, он просто-напросто... Это вообще, вирус — это внеклеточная форма жизни, и поэтому любая форма жизни, она должна оставить потомство. Вот он таким образом оставляет потомство, но вредит нам. Значит, если вы не будете против, я тогда двинусь дальше. — Я буду за. — Да? Вот. — Потому что корона и происхождение вируса, они все-таки довольно хорошо изучены. — Изучены, конечно, да, это понятно. — Был сам начал. — Значит, вот сейчас я бы хотел немножко акцентировать внимание, где он на каких клетках размножается. Это достаточно важная штука, потому что он размножается... Ну, потому что даже сегодня я, например, читал где-то какая-то новость, что кто-то из врачей сказал, что вот он размножается в ротоглотке. Ну, не надо такого говорить, потому что вообще... Да, у нас есть глотка, но у этой глотки есть три отдела. Есть тот, который отдел глотки за носом, это называется носоглотка. Дальше ротоглотка, и есть гортанная часть глотки. Так вот он размножается в носовой полости и в носоглотке, потому что там однослойный эпителий. И там есть специальные клеточки, вот эти вот... Один слой клеток лежит, и есть вырабатывающие слизь клетки, он в них проникает и там размножается. Точно так же он может размножаться в эпителии кишечника. А вот то, что мы называем ротоглоткой, там, где пища проходит, ну, правда, и воздух из носа, там другой эпителий, там многослойный, там вирус не размножается. Именно поэтому, когда берут, так сказать, мазок, его надо аккуратненько, его аккуратно берут, его по нижнему носовому ходу, эту палочку проводят для того, чтобы взять с клеточек вот тех, которые там находятся, биоматериал и посмотреть, есть ли там РНК вируса. Я об этом еще дальше покажу. Но самое интересное здесь другое, что вот эта вещь, она у меня в руках, это не для красоты, а эта маска, поскольку он в первую очередь начинает размножаться, в носовой полости и в носоглотке, то здесь эта маска предохраняет. Потому что, ну, вот это вот такие грубые были сделаны. Это не нами, это я сделал из мировой статистики, то есть подсчеты, как же маска предохраняет отрасль сторонения вируса. То есть, если зараженный человек, слева это зараженный на картинке, а справа это, так сказать, здоровый. Вот если у здорового маска, а рядом с ним зараженный, то здесь, в этой ситуации, маска, ну, защитит максимум на 70%. Причем самое интересное, вот мы с вами сидим, я тоже на это обратил внимание, если мы с вами сидим и разговариваем не лицо в лицо, вы по диагонали и я по диагонали, то есть японцы посмотрели, то в этой ситуации, так сказать, степень распространения аэрозоли и попадания на оппонента, она намного уменьшается. Концентрация уменьшается. Да, да, вот. Второй вариант, когда зараженный человек будет в маске, то вы видите, сразу же, так сказать, резко падает процент возможности заражения до 5%. Ну и, наконец, когда оба в маске, то здесь, ну, хотя пишут полтора процента, полтора-два, но я думаю, все-таки, так сказать, и три можно взять. Но вот самое забавное здесь другое. Я в самом начале вам говорил, что это не грипп, и это не Мерс, и это не САРС, который до этого был. Вот, а то есть САРС и Мерс это тоже корон... Птичий и свиной грипп? Нет, птичий и свиной грипп это гриппы, а это были Севия, Акьют Респираторий Синдром, и Средневосточный... Верблюжий. Да, да. Ну, верблюжий в народе называется. То есть, вот, потому что это там тоже были коронавирусы. Но обратите внимание, пожалуйста, на график. Вот на этом графике, здесь стрелочку мою видно или не видно, я не знаю. А вот он, да. Да, видно, все. Вот, значит, вот это голубенькое, это как раз то, с чем мы сейчас имеем дело. Вот эта разделительная линия, это линия момента, когда начинают появляться симптомы. То есть, появляется температура, появляется недомогание. Так вот, красный и зеленый, красный это был SARS, а зеленый это MERS, тоже коронавирусы. А это выделение вируса. То есть, получается, что коронавирус, который вызывает COVID-19, он начинает выделяться за 5-6 дней до того, как у человека появились симптомы. SARS и MERS выделять человек начинал после того, как у него появилась симптоматика. Так, соответственно, тактика, вот помните, это была тактика, когда надо обязательно термометрию всем, кто заходит. Когда вы ловите по термометрии, то в этот момент уже появились симптомы. А он, то есть человек зараженный, уже 5 дней его распространял. И мы не остановим, если мы не будем носить маски, потому что мы не знаем, никто не знает, он в принципе является зараженным вирусом или нет. Потому что как только вирус попал, он начинает размножаться в носу. А поскольку он там размножается, ему надо достигнуть вот этой массы, критической массы, чтобы уже дальше вниз уйти. Но в этот момент он размножается и выделяется в окружающую среду. И опасность как раз заключается в том, что распространение идет через бессимптомных неносителей. То есть, может быть, потом и разовьется заболевание. Но за 5 дней до этого, как разовьются симптомы, если человек сеет вирус везде, вот, и в этом самая большая опасность, то есть, как прервать эту цепочку. Самый главный вопрос, который меня, в принципе, интересовал, конечно же, есть ли счастливчики или нет. Так вот, популяционный исследник, которые сейчас были сделаны по заболевшим, вы знаете, очень интересно. То есть, все, вот, как бы, две, ну, такие вещи, которые ни у кого не вызывают сомнения. То есть, чем моложе, тем легче переносишь, чем старше, тем больше болеешь. И дальше, так сказать, если есть сопутствующие заболевания, то, что называется коморбидом, то тяжелее протекает. Так вот, посмотрите, пожалуйста, вот до того, вот как выглядела наша популяция, это слева, вот эти человечки, которые нарисованы, до того, как пришел вирус. Как только он пришел и попал в популяцию, теперь мы смотрим, как выглядит популяция по заболевшим. Цветами вы видите, так сказать, как бы, выделены люди. Вот это вот слева, самый крайний, это неинфицированные, так сказать, как бы. Здесь желтеньким, вот самое интересное, желтеньким, кто показан, это те, кто невосприимчивы к инфекции. То есть, вот, нас интересует сейчас еще, кто невосприимчив вообще к инфекции. Потому что другими цветами, так сказать, это уже по степени заболевания и тяжести, и красное тяжелое. Так вот, оказалось, вы знаете, тяжело заболеть могут и молодые, и без всяких сопутствующих заболеваний. Вот, посмотрите вот на это. Но в то же самое время у пожилых и с коморбидом, то есть, когда есть сопутствующие заболевания, есть люди, которые устойчивы к заболеванию вирусом. Да, немного, но есть. И причем эти вещи, они описаны. То есть, вот на этом графике здесь представлены всевозможные вирусные инфекции и, скажем так, склонность к ним или предрасположенность к ним. Но вот всего две внизу перечислены. Это вирус иммунодефицит человека и норовирус, для которых уже известно, что существуют генетические мутации, которые предохраняют от заражения этим вирусом. Самый главный вопрос, который, я думаю, возникнет у наших телезрителей, как определить у себя? Это вообще наука сейчас может сказать? А мы как раз, вот сейчас как раз все в мире ищут. Я надеюсь, что, в принципе, будет найдено. Это может быть связано с врожденным иммунитетом, так сказать, как бы, вот про него сегодня поговорим. Это может быть связано с входными воротами, так сказать, и с помощником около этих входных ворот. Может быть связано со специальными белками главного комплекса генессовместимости. Но, наверное, в первую очередь это будет связано со входными воротами. Потому что вот устойчивость, например, к вирусу иммунодефицита человека, она связана с чем? Вирус иммунодефицита человека, он любит жить только в определенных лимфоцитах. Это так называемые Т-хелперы. Они помогают развитию гуморального иммунитета, наработке антител. А у этих лимфоцитов есть на поверхности белок. Этот белок называется ССР-дельта-5. И вот именно через этот белок ССР-дельта-5 вирус иммунодефицита человека проникает в Т-хелперы. А есть люди, и среди фенугров, достаточно большой процент, у которых есть мутации в этом гене. У них калитка для этого вируса сломана, скрипит неповоротливо. Он подходит, а нет калиточки. Зайти не может. Вот и вам устойчивость. Даже в финно-угорских там, по-моему, не больше 2%. Там до 5%. Не больше 2% это когда мутации в обоих хромосомах. То есть гены... Это полная устойчивость. А вот когда в одной частичной, то тогда это до 5-7%. Но в остальной пуляции человеческой скатываются в каких-то мизерных величин, по-моему. Ну, она может и скатываться до мизерных, да. Но разговор-то идет... То есть, смотрите, если есть счастье... Например, вот на... Как бы узнав эту мутацию... Помните, есть 2 пациента. Был берлинский пациент и канадский пациент, у которых были лейкоз у обоих. И они еще были больные... Ну, это получается синдром приобретенного иммунодефицита. Вот. Их лечили трансплантацией костного мозга от лейкоза. Но донор получился такой, у которого была мутация в этом белке. И одновременно вылечили и от лейкоза, и от спида. Да, то есть, человек, который обладает таким иммунитетом, в современном мире, может стать, по-моему, миллионером. Ну, не знаю насчет миллионера. Я не знаю, про деньги это не со мной, ладно? Как бы это дальше двигалось. Но бывать ли будет очень интересно. Ну, наверное. Это как лотерея. Балсы выиграл. Ну, и вот, если мы с вами сейчас посмотрели, как вирус иммунодефицита попадал, попадает он через ССР-дельт-5, то для этого коронавируса еще интереснее штука. То есть, дело в том, что он попадает в калитку. Калиткой для него является так называемый ангиотензин, превращающий фермент-2. Вот именно через этот белок на мембране клетки он попадает внутрь клетки. Но он туда просто так проникнуть не может. Для того, чтобы он туда проник, для этого нужен некий фонарик, который подсвечивает ему и говорит, вот тебе, дорогой вирус, вот тут ворота, калитка. То есть, и вот когда... А вообще, как бы вот биологически, если правильно говорить, то есть вот на этой короне сидит липучка, которой он прилипает к клетке и заходит внутрь клетки. А вот этот фонарик, он делает надрез на этой липучке, как на ключнице. Знаете, вот ключница есть кожаная. Он ее открывает, и ключик вылезает, и он через этот ключик, как раз, так сказать, ключик становится активным, он заходит в калитку. То есть вот без белка трансмембранной сиреновой протеазы он не проникнет через ангиотензин, превращающий фермент. И вот здесь вот, кстати, кроется первый такой ответ на загадки. Помните вопрос, почему мужчины болеют чаще, чем женщины? А все очень просто, потому что вот эти фонарики, трансмембранные сиреновые протеазы, их больше на мужских клетках. А больше их, потому что они появляются под действием мужских половых гормонов. То есть чем выше уровень мужских половых гормонов, тем больше этих фонариков, или тех, кто открывает эту ключницу для того, чтобы вирус зашел. Вот я о чем вам и говорил в самом начале, для меня важно было разобраться, то есть не просто феноменологии, что мужчины чаще, еще другие чаще. То есть необходимо понять механизмы. Когда понимаешь механизмы, то тогда, по большому счету, можно научиться бороться. Бороться или, по крайней мере, предотвратить инфицирование, так сказать, и заражение. Потому что, например, если мы идем дальше, я, например, предполагаю, что в принципе один из гениальных подходов, ну то есть смотрите, первое, что было бы важно, так сказать, для всех, я надеюсь, всем понятно, почему нужны маски. Потому что с температурой никто не пойдет, но без температуры люди сеют, потому что он пока размножается, это за пять дней, в течение пяти дней. Второй подход. Если мы с вами выключим все эти фонарики, вирус не найдет калитку. На этом можно строить лекарства уже. Они есть, дешевые. То есть это ингибиторы сириновых протеаз. Я не буду специально говорить, что это за лекарство. Есть лекарственные средства, ингибиторы сириновых протеаз, они прикрывают вот этот вот фонарик, он выключен, и, соответственно, так сказать, вход через калитку вируса, он уже затруднен. Вот. То есть можно? Можно. Фонарики выключить можно, вопрос возникает в другом. А можно ли ломать вот эту крепкую калитку, ну, заблокировать ее как-то, закрыть или нет? Вот здесь вот сложнее. Здесь сложнее, потому что эта калитка, она очень нужна. Она нужна нам для многих других вещей, потому что это так называемый один из ферментов ренино-ангиотензиновой системы, то есть контроля артериального давления. Потому что вообще, в принципе, когда у нас падает артериальное давление, когда, так сказать, в организме мало циркулирует кровь, ну, например, при кровопотерях, то из почки выбрасывается фермент, который запускает каскад реакции, в конечном итоге получается из белка ангиотензиногена сначала ангиотензин первый, получается потом ангиотензин второй. И вот ангиотензин второй повышает артериальное давление, но самое главное, стимулирует выработку гормона, который задерживает натрий в организме, то есть увеличивает артериальное давление и объем циркулирующей крови. И вот эта вот каноническая схема, она была известна давно, еще когда я студентом был, мы это изучали. Но вот в 2000 году была открыта еще одна система, то есть вот те же самые события. То есть идет ангиотензиноген, ренином расщепляется до первого ангиотензина, потом есть АПФ, ангиотензин превращающий фермент, но это не тот, про который мы сейчас будем говорить. И вот здесь вот появляется ангиотензин второй, который повышает артериальное давление, который усиливает воспаление, и тот, который задерживает натрий, тот, который, так сказать, как бы вот с которым и пытаются бороться, так сказать, при гипертонии. А был открыт в 2000 году вот этот вот путь. Оказывается, есть еще один фермент, поэтому его просто АПФ-2, ну, номер присвоили, который реально и у первого ангиотензина, и у второго отщипывает по одной аминокислоте и переводит их в форму. Ну, а по количеству аминокислот их не обозвали третьим, четвертым, там, пятым, их просто назвали ангиотензин-1,9, ангиотензин-1,7. Но вот эти белочки, они как раз способствуют понижению артериального давления. Они способствуют уменьшению воспаления. То есть, в принципе, АПФ-2, та калитка, через которую проникает вирус, она важна. Она важна для того, чтобы наш организм работал сбалансированно, чтобы у нас все обмены ионов, натрия, воды, давления, все это было на одном уровне. И вот здесь, кстати, когда было известно про калитку, что АПФ-2 является калиткой, вы наверняка помните, что летом и весной были большие дискуссии о том, что вот для лечения гипертонии есть препараты, это ингибиторы АПФ и блокаторы рецепторов АПФ. Опять не называю названий. И вот раз они ингибиторы и блокаторы, может быть, они усилят течение, давайте их отменять. Не надо. Потому что все забывали, что это ингибиторы и блокаторы, АПФ номер один. А разговор идет. Калитка — это АПФ номер два. И, соответственно, наоборот, когда человек принимал антигипертензивный, например, ингибитор АПФ, то не образовывалось много ангиотензина второго, который повышает давление, который вызывает воспаление. А АПФ второй, тот, который является калиткой на клетках, он появляется как ответная реакция. Много ангиотензина второго, надо снижать, значит, много АПФ второго появится. Понимаете, какая штука? То есть, наоборот, стимулировал, по большому счету, увеличение числа калиток. Конечно. Если отменяли лекарства, то стимулировали увеличение калиток на клетках. Вот это вот, как бы, вот этот парадокс, он был разрешен, и поэтому здесь, в этой ситуации, я считаю, вот, все, что делали врачи, все, что делали ученые за это время, было раскрыто очень много загадок ковида, и поэтому, я на самом деле, я еще раз тоже обращаюсь ко всем, вот сейчас недавно была информация, да, есть рекомендации, да, есть рекомендации Минздрава, и российские, так сказать, как бы, но это не рекомендации для самолечения, потому что во всех этих случаях, вот мы сейчас с вами коснулись ингибиторов АПФ, только лечащий врач знает, что вы принимаете, какие у вас есть побочные явления, и на самом деле, не всегда одна и та же схема, и одна и та же дозировка работает, врач подскажет, он потому что понимает, как течет процесс, и на каком этапе процесса, как вклиниться и прервать, вот, вот после того, как вирус размножился в носоглотке, а мы знаем, да, что там есть клетки, после того, как пять дней мы его посеяли в округе, перезаражали еще кучу народа, вот, то после этого он устремляется к другой мишени, где же все-таки, так сказать, ему хорошо бы размножиться, а это не эпителий трахеи, это не эпителий бронхов, поэтому нет такого сильного надсадного кашля, ну, там в отдельной бакаловидной клетке он садится, но самое важное для него это проникнуть в ольвеолы, в те самые мешочки легких, где происходит газообмен, потому что, если мы сравним площадь нашей кожи с вами, то это не больше двух метров квадратных, а вот площадь всех альвеол, если разложить, то это будет половина футбольного поля, мы не видим эту половину футбольного поля, она внутри нас, она в легких, но вот на этой половине футбольного поля, там есть два типа клеток на поверхности, через один тип клеток идет газообмен, то есть кислород проходит и углекислый газ, а другой тип клеток, вот они, голубенькие, они вырабатывают вещество, которое называется сурфактант, это поверхностно активное вещество, как мыльная пленка, вот, оно не дает альвеолам залипнуть, поэтому, когда мы выдыхаем, там все время есть какое-то количество воздуха, и это количество воздуха, так сказать, оно сохраняется, но, почему он устремляется к этим голубеньким клеткам, потому что на них, вот на плоских, через которых газы проходят, на них нет фонарика и калитки, а вот на этих клетках есть фонарик и калитки, а мы знаем уже жесткое правило, то есть, что произошло попадание в клетку, где вирус может размножиться, на клетке должен быть фонарик и калитка, и вот он в них-то и попадает, и он в них-то и размножается, и именно отсюда происходит, так сказать, воспаление легочной ткани, а потом он еще и дальше продолжит, так сказать, свое путешествие. Я могу дальше продолжать или это? Да-да-да, мне, знаешь, что интересно, вот эта синяя клетка, которую вы показали на экране, она, и вы сказали, что она не позволяет легким слепаться. Альвеолом. Альвеолом слепаться, да, и, соответственно, когда ее поражает вирус, и вот то, что мы называем фиброз легких, поражение легких, это как раз слепание легких, правильно я понимаю? Нет-нет-нет, не совсем. Фиброз, это уже когда вокруг альвеол разрастает соединительная ткань, так сказать, это немножко другой процесс. А с этими клетками больше связан, вот когда дети рождаются раньше срока, глубоко недоношенными, то у них мало вот этих вот клеточек, не вырабатывается сурфактант, и поэтому они не могут нормально дышать. То есть легкие должны, альвеолки должны расправиться, чтобы через них нормальный газообмен происходил. То есть и это должно нормально поддерживаться, так сказать, в течение всей жизни. Потому что на самом деле, а вот, но бывает заболевание, так сказать, когда в принципе, так сказать, вы правы, когда просвет альвеола слипается, вот, и тоже нарушается газообмен. То есть они поддерживают форму альвеола, сурфактанты, эти клетки вырабатывающего. Но попав в них вирус, разрушаете клетки, форму тоже теряется. Конечно, и нарушает выработку сурфактанта, в том числе. Вы правильно следите. Теперь я бы хотел подойти еще к одному моменту, который меня интересовал. Мы разобрались, что сейчас все ищут, кто же может быть устойчивым. Вот. Но неужели мы с вами уязвимы перед, так сказать, вот всем этим вирусом? Ну да, мы уязвимы в какой-то степени, но у нас есть система защиты. И эти системы защиты, это есть система защиты врожденного иммунитета и приобретенного. Вот по врожденному. Вы знаете, когда рекомендуют капать или брызгать нос интерфероны, нормальная штука. Это очень полезно. Вот в этой ситуации для профилактики это хорошо. Потому что, только не надо путать, там, чтобы в аптеках вам, мне уже рассказывали, когда там в аптеке интерферон гамма, так сказать, когда спрашивали интерферон, только продали гамма, не гамма. Это интерферон альфа, например. Тот же самый грибферон или еще что-то, которые пропали из аптек. И вот в тот момент, когда вирус размножается в носовой полости, здесь очень хорошо может сработать интерферон. Почему? Да потому что интерферон вырабатывают наши клетки. Все клетки нашего организма, они социально ответственные. Они социально ответственные граждане нашего вот этого государства под названием организм. И если хотя бы в одну клетку попадает вирус, то она, она не индивидуалистка, она типа, я подохну, и вы туда подохнут. Нет, она так не ведет себя. Она сразу начинает вырабатывать интерферон, и она предупреждает всех соседей, ребята, беда, попала, зараза, в меня. Одевает маску. А, да. Вы одевайте маски, вы внутри себя, чесночку там, какого-нибудь там, наешьтесь, или еще чего-нибудь. То есть и в этой ситуации получается, все клетки становятся предупреждены, в них начинает вырабатываться внутри ферменты, потому что они понимают, что в них тоже может попасть вирус, и как только вирус попадает этими ферментами, они разрезают нуклеиновые кислоты этого вируса, его белки, так сказать, и все. И инактивация. То есть в этой ситуации интерферон сам по себе не убивает вирус. Интерферон это сигнал для клеток, что возможно вирусная атака, и надо быть готовыми, чтобы ее отбить. Но, да, здесь есть слабые места у нас. Слабые места, первое, во-первых, есть люди, у которых есть нарушения, генетические нарушения, то есть врожденные дефекты, ну то есть это то, что называемое мутацией геноинтерферона. То есть есть люди, которые мало могут вырабатывать интерферона. Соответственно, мы понимаем, что эта система у них слабо работает, и они более подвержены инфицированию и заболеванию. Еще одна засада кроется в том, что с возрастом, и у мужчин почему-то, опять мужчины, в крови начинают появляться антитела, которые связывают интерферон. То есть клетки вырабатывают много интерферона, а антитела его связывают. Но, смотрите, в обоих ситуациях получается, когда мы с вами, то есть даже генетический дефект, даже антитела, но в этой ситуации интерферон извне в принципе не должен принести вреда, потому что он, это сигнал, интерферон, это сигнал предупреждения клеток об опасности. Пока понятно или нет? мне понятно. Я не знаю, как нашу телезрительную будет, но мне пока понятно. То есть, да, интерферон сам не лекарство. Вот это главная мысль, которую вы... Это сигнализатор того, что возможно вирусная атака и клетки становятся готовы к ее, так сказать, вот ответу против этой атаки. Двигаемся дальше? Да. Двигаемся. Значит, следующая штука. А если следующая штука, вот то, что я рассказывал, это все хорошо, хорошо для многих вирусных инфекций, но я хочу еще раз подчеркнуть, что вот этот SARS-CoV-2 это немножко необычный вирус. Ну, во-первых, вы помните, еще раз подчеркиваю, он начинает размножаться и распространяться еще до того, как появились симптомы у зараженного человека. Второе, что он делает, дело в том, что он вмешивается сам, то есть вот мы с вами разобрали, когда может быть врожденный дефект выработки интерферона, мы разобрали, что с возрастом у мужчин чаще встречаются антитела к интерферону, но вот этот вирус еще, он может нарушать синтез интерферона. То есть, вы понимаете, какая штука? Он попал в клетку, он ее заразил, он знает, что клетка сейчас начнет орать. Ребята, тревога, и он вырубает. Он просто-напросто блокирует синтез интерферона. То есть, диверсант какой-то. Это не просто диверсант. Вы понимаете, вот если этот вирус сравнить, то есть грабитель, когда забрался в дом, этот грабитель в доме ну, своровал что-то, ну, там беспорядок какой-то. А этот грабитель, когда забирается в дом, он внутри этого дома, он еще проводку, канализацию ломает, он вообще ломает все. То есть, поэтому его лучше в дом не допустить. То есть, надо сделать все, чтобы он не попадал в дом, потому что, если после простого грабителя хозяев вынуждены просто наводить порядок, там, плакать, что, ой, ты это разбил, это еще что-то, тот выворачивает все внутри. Там уже капитальный ремонт. Да, там капитальный ремонт, причем очень многих, так сказать, систем. Вот. То есть, вот он такой, коварный. А если все-таки он пробивает интерфероновую нашу защиту, то в этой ситуации интерфероновая защита это врожденный иммунитет. Но это первый рубеж борьбы, кстати. Борьбы, да. Вот. первый рубеж борьбы это вообще слизистые оболочки. Он может на слизи сесть, так сказать, если и даже до клеток не дают, так сказать, высморкали его. Ну, как бы это. А это, кстати, вот, поясните, ведь я так понимаю, что это, наверное, не у всех. Некоторые действительно дальше слизисты не пускают. Есть какие-то объяснения за счет чего это? Интерферон. Значит, опять же, это первая защита. Нет, там просто нет, несколько защит. Есть просто слизь механической защиты. Самый первый защит интерферон тот, который, так сказать, вырабатывается или вы закапываете в нос. Вот. А третья линия защиты, это если он все-таки попал внутрь, то там есть у нас так называемые нейчекиллеры, естественные киллеры, которые, они работают очень просто. Это клетки убивают любую клетку, у которой плохой паспорт. То есть вот у нас на каждой клетке есть специальный белок, это главный комплекс гисосовместимости, их там два класса. Вот первого класса это как паспорт. И вот нейчекиллер гуляет по организму, их много, там они вам подходят. Ну-ка, дяденька, дай ваш паспорт. Ты вам показывай, я говорю, о, да, да, Рустам, это вы, и фотографии видно, вы, все хорошо. А он подходит, значит, это полицейский, нейчекиллер, к другому говорит, ну-ка, покажи паспорт. А у меня паспорта нету. Или, о, я его уронил в унитос, он у меня мокрый. О, фотография. Вот как только паспорт вот этот вот МХТ первого типа не распознается полицейским, он его сразу убивает. Все. Вот это нейчекиллер. Ему без разницы. То ли там дата подправлена, то ли фотография, так сказать, не та, то ли обложка не та, то ли еще что-то. Вот любое нарушение в этом белке, а эти нарушения в белке случаются, когда клетка либо стала раковой, либо когда в нее попал вирус. Потому что клетка сразу меняет свой паспорт, она кукожит свой паспорт, она его так же, как с интерфероном, она его комкает и говорит, может быть, меня нейчекиллер убьет и другим, так сказать, повезет. Вот. И вот с этими нейчекиллерами там связана следующая ситуация. То есть, если нейчекиллер работает хорошо, вот посмотрите верхнюю часть картинки, то здесь это все заканчивается ну, такой легкой формой, так сказать, типа ОРВИ, потому что, вы видите, они спокойно убили все инфицированные клетки. Но если, вот обратите внимание, просто на цвет, вот на этих клеточках красненькие и оранжевые такие, это хороший рецептор для проверки паспорта. Но если только вот эти вот глаза и уши для проверки паспорта видоизменились на нейчекиллерах, ну, бывает такое, но не всем одинаковое, то, соответственно, нейчекиллер не может убить этого террориста или зараженную клетку, у которой, так сказать, плохой паспорт. То есть он не может распознать просто? Он не распознать, конечно. Он не может распознать. Вот. И это не потому, что тот подделку хорошую сделал. Просто вот полицейский у нас немножко глуховат и слеповат, понимаете, получился. И, соответственно, вот в этой ситуации развивается тяжелая форма уже заболевания. Вот один из вариантов, почему тяжелая форма. И вот самое интересное, если мы двинемся дальше, то здесь страдают полные. Потому что нейчекиллеров очень много в жировой ткани. И, так сказать, а жировая ткань это вообще как отдельный орган, она даже гормоны вырабатывает свои, так сказать. Но когда жировой ткани не так много, то в этой ситуации там нейчекиллеры активные. А вот когда избыток жировой ткани, то в этой ситуации нейчекиллеры становятся поляризованными, неактивными. Вот теми глухими и слепыми полицейскими. Коррумпированные. 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 Ну да, правильно высказали. О, мы даже поняли, почему он там. Потому что... Вот. Но самое противное другое. Самое противное, что вот на этих жировых клетках, вот они желтые, обратите, пожалуйста, внимание, на них есть калитка. На них есть калитка для вируса. То есть вирус может залезать в жировые клетки и там размножаться. Много жира, много мест, где вирус может порезвиться. И самое удивительное, еще другое, что эта жировая клетка, она начинает вырабатывать еще так называемые цитокиновоспалительные. Тот же самый интерлекин 6, фактор некроза опухоли и все. То есть и запускается весь воспалительный каскад. То есть вот мы же с вами с чего начали? именно начали с того, как надо отвечать. Ну, то есть вот я задался, почему, когда говорят там полный, с избытком массы тела, с диабетом, еще что-то. Я вот как раз подсказался, что же все-таки ученые, то есть все, как бы один в одном направлении, другой в другом. Я пытался просто собрать для себя полную картинку, почему так получается. Значит, следующий вопрос, чтобы было понятно у всех, мы еще вот к такого рода графикам придем, что сейчас определяют в клинических лабораториях. И вот первый график, вот красненький такой вот, это то, что определяют это РНК вируса в носоглотке и в носу. А если произошло заражение, все-таки вот эта вот линия, так сказать, как бы, то потом подключается, мы поговорим там, клеточный иммунитет, но когда гуморальный, то что в клинике только выделяют, это иммуноглобулин М, первый ответ, это такая пятиконечная звезда, которая вяжет там обломки все, а потом мунглобулин Джи. И вот когда мы говорим сейчас про антитела, все там говорят, о, там, так сказать, как бы, почему, помните, было, что по тестам зараженных по ПЦР меньше народа, а с антителами много, так сказать, еще что-то. Да, 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 это такой большой шок вызывал. Вот. То есть, и здесь надо было понять, так сказать, что же это такое происходит. Ну, происходит первое. Значит, дело в том, что возможна кросс-реактивность. То есть, если человек переболел какой-то коронавирусной инфекцией, либо еще что-то, вот как работают антитела? Они как ключ к замку подходят. Понимаете, вот это вот антиген, а это вот антитело. Подошло. Теперь я показываю вам ту же самую ситуацию. Вот антиген, это вот нормально, как бы антитело должно было сработать. А здесь другой антиген, он немножко по-другому, но антитело с ним работает. Здесь еще другой, но похоже. То есть, вот если есть участки, которые похожи для того, чтобы антитело связалось, то оно работает. И в этой ситуации анализ даст, что есть антитела. Это нереальные могут быть антитела именно SARS-CoV-2. Но есть антитела, которые могут повязывать часть антигенов этого вируса. То есть, слома человек когда-то заразился каким-то коронавирусом, который не является таким жестким и опасным. И это может быть, и другие причины могут быть, так сказать. Ну, то есть, как бы вот потому что... Даже не заметил. Да, да, да. Поэтому здесь никаких вещей нет. Я как бы понимаю, почему это как бы вот с позиции биологии происходит. Вот. Но самое главное, вот у людей, у которых антитела есть, обнаружены, но они были не связаны с COVID-19, они же иммунитета не имеют. Ну, почему? Раз он вяжется с антигенами. А, все. Это хорошо, значит. Конечно. Значит, он может вязаться. Это же без разницы. Ну, то есть, грубо говоря, так сказать, какая вам разница каким клеем приклеить. Ну, пусть сильным там каким-нибудь клей-момент или просто там этим канцелярским клеем. Но на первый момент все равно бумажка будет на стене держаться. Ну, как вариант, наверное, какой-то вакцин. Это абсолютно бодельянское рассуждение. Если подобный механизм работает, то можно заражать каким-то небезопасным вирусом, коронавирусом, который не является не такие разрушительные последствия для организма. Ну, вы зря не пошли, в общем-то, работать как бы в биомет какой-нибудь, потому что вакцины примерно... То есть, один из вариантов создания вакцины это как раз так называемый атенуированный, то есть, ослабленный вирус. вот вакцина от оспы, вот то, что мы называем коровьей оспы, это и есть ослабленная оспа, которая не полностью вызывает заболевание, но инициирует иммунный ответ и поэтому потом устойчивость. То есть, это да, это ход рассуждения правильный. Вопрос в другом, вопрос в том, почему так быстро не сделать вакцину? Такое, как бы, простую, такое решение простое. Ну, я думаю, поздреваю от темы отдельной передачи. Нет, дело в том, что здесь разговор идет о безопасности. Вот когда вы просто ослабляете, так называемую атенуированные делаете, вы должны на сто процентов быть уверены, что среди, например, тысячи ослабленных вирусов не будет одного, который может вызвать истинное заболевание. Если вы в этом не уверены, то она не атенуирована. Здесь должна быть стопроцентно уверена. То есть, сейчас не 18 век, когда можно было напрямую взять, ткнуть и смотреть. Ну, там тоже ведь напрямую не от человека брали, вернее, брали от доярок, так сказать, а от тех, которые болели коровью, Господи. Поэтому нет, это все так. Теперь, двигаясь дальше, я хочу сказать, что не только антитела нужны, если уж честно говорить, то есть, антитела могут вырабатываться потом, в конце, для зачистки, для генеральной уборки. Самое главное, после того, как, вот, посмотрите, интерферон проработал, нейчкилеры проработали, а потом у нас подключается так называемый гуморальный иммунитет. Вот гуморальный иммунитет, фу-ты, сори, клеточный иммунитет. То есть, вот есть нейчкилеры, которые по паспорту распознают, вот, а клеточный иммунитет, это тоже киллеры, но Т-киллеры. И вот Т-киллеры, им рассказала информацию, там, дендритная клетка, что, слушай, вот таких выискивать, только таких. Тебя сейчас не должны интересовать раковые, там, еще какие-то, еще, то есть, вот ты ищешь только те, у кого метка на носу, например, там, или еще где-то, клетки. И вот эти Т-киллеры, они начинают выискивать все зараженные именно SARS-CoV-2 клетки, чтобы убить их. В этот момент, может быть, раковая клетка, его она интересует. В этот момент, может быть, другим вирусом или какая-то другая измененная, его не интересует. Его четко натаскали, как боевую собаку, только на одну команду, только их. И вот этот гуморальный иммунитет, он очень хорош. Более того, кроме Т-киллеров, они еще, так сказать, во-первых, там Т-хелперы появляются, которые киллерам помогают, и которые как раз запускают еще выработку антител Б-лимфоцитами. То есть, почему их хелперами. Вот когда все это закончится, кстати, то потом они все уйдут на пенсию. И очень важно, чтобы вот эти вот пенсионеры сохранились, их называют клетки памяти. Потому что при повторной инфекции эти пенсионеры призываются в бой. Из резерва. Из резерва, и все. И они, а они обучены уже. Они обучены бороться именно с этим. И поэтому, вот если смотреть на весь иммунный ответ, который происходит, вот обратите внимание, мышка бегает плохо. Значит, сначала интерфероновая защита, потом нейчекелеры, то, что мы говорили, это врожденный иммунитет, а вот это вот все, что закрашено, это как вирус уже, так сказать, попадал и размножался. Вот здесь максимальный тетр вируса. И вот здесь вот получается, видите, потихоньку только начал. Но кто? Вирус специфический, т-хелперы и киллеры. То, что я говорил про клеточный иммунитет. А вот только когда началась выработка антител. То есть, в реалии важно на самом деле не только там переживать антитела. Есть антитела? Ради бога, это очень хорошо. Нет антител пока, так сказать, тоже ничего пока страшного не произошло. Потому что в этот момент, вот я показываю вам, сколько линий защиты работает против этого вируса. То есть, все достаточно плохо. А как он проламывает клеточную защиту? Какую? Ну, вы объяснили, что, например, на НЭЧ-клетке они коррумпируются или там они... Ну, не все могут, просто не хватает. То есть, если вирусная нагрузка, ведь там тоже очень много зависит от того, какая вирусная нагрузка. То есть, если не справляются они, он дальше идет. Проламывает. Просто грубой силой проламывает. Массой. Массой. Я понял. Вот. И, в общем-то, все бы закончилось даже нормально, хотя он, видите, там внедряется, там и даже нарушает выработку интерферона. Но одним из страшных вот таких осложнений, которые бывают и которого все боятся, это так называемый цитокиновый шторм. То есть, цитокиновый шторм это гиперактивация макрофагов, потому что вот тех же самых альвеолах, кроме плоских, через которых газообмен клеток, кубических, которые выработают сурфактант, там еще и есть макрофаги. Чистильщики. Постоянно подчищают, грязь все съедают. И вот эти обломки они съели. И по идее, макрофаг, нормальный макрофаг, он съел обломки, он как раз и кричит. Он кричит техилпером, текиллером, B-лимфоцитом. Ребята, приходите. Здесь невкусно. Да, покажу, тут какая дрянь есть, надо с ней побороться и справиться. Вот это нормально все. Но когда он становится гиперактивированным, то в этой ситуации, а самое главное, гиперактивация, это еще, помните, про жировые клетки, когда они выбрасывали интерлекин 6? Там без макрофагов уже пошла гиперактивация, то есть, выбрасывается провоспалительный, вызывающий воспаление цитокина. И здесь еще макрофаги присоединились и тоже начинают выбрасываться. Вот когда они без контроля начинают выбрасываться, это и есть гиперактивация или цитокиновый шторм. И вот здесь, как бы, я не вдаюсь уже сейчас в детали лечения, потому что с этим успешно наши врачи борются, они научились, как бы, и знают, как с этим бороться. И вот, кстати, я поддержу здесь даже Диану Ильдарну, она выступала, никакого самолечения, потому что очень умные есть у нас, которые начинают какой-нибудь преднизолон или дексаметазон, как только он чуть-чуть, у него первый день температуры, он начинает болеть. Так сказать, только еще заболел, у него будет просто ОРВИ, он начинает заниматься вот этими штуками. Не надо этого делать, потому что посмотрите, что вы делаете. Вот у вас первый день, когда появляется симптоматика, у вас надо, чтобы вырабатывался и работал интерферон, вам надо, чтобы НЭЧ и Киллеры работали, вам надо, чтобы запускался клеточный, а потом гуморальный иммунитет, а вы вот здесь вот всякими дексаметазонами и гормонами, вы сходу же вырубаете всю эту линию защиты. Это нормальная внутренняя линия защиты, которая должна работать. Вот если произойдет пробой, то там да, там врач вам назначит, так сказать, для того, чтобы снять, но снять не внутреннюю защиту, а снять эти все цитокиновые штормы, то есть другие последствия уже, поэтому не надо туда напрямую лезть и вламываться. Но с цитокиновым штормом у меня есть еще другая интересная штука, я как бы почему вот здесь вот говорю, помните, была эта история, она весенняя еще, когда в Китае, потом Италия, потом Франция сказали, что вроде как процент курильщиков, так сказать, как бы он чуть меньше, тяжело больных, не чуть меньше, там говорили, что значительно меньше, во Франции случился, ну, как мне передавали, там просто сметали в магазинах табак, и те люди, которые не курили, на волне этой паники или бросали, бросили свое время, и снова начинали. Значит, еще раз скажу, это не дым сигарет, вот поверьте, здесь совершенно не дым сигарет, а здесь немножко другая схема похоже работала, дело в том, что на макрофагах, которые вызывают вот этот цитокиновый шторм, на них есть рецепторы, то есть чувствительные кнопки-выключатели, которые чувствительны к ацетилхолину, то есть они, никотин-чувствительные холинные рецепторы, реально на них действует ацетилхолин, такой же ацетилхолин, как по нервам передается на мышцу, и мышца сокращается, вот, но кроме ацетилхолина, они еще, эти рецепторы, чувствительны к никотину, и, соответственно, и ацетилхолин, и никотин в этой ситуации, вроде как, а не сдерживающим фактором но это не говорит о том что это вообще как бы заблокирует и там дальше так сказать как бы вот мне нравилась гипотеза еще константина сафарзалина со он начал разбираться от кардиолог вообще но он обнаружил 100 белок шипа вот тут через как которому он залезает в клетку он очень похож на яд змеи степного края то бунгаротоксин а бунгаротоксин связывается с n холина рецепторами то есть если это на самом деле так тот согласно этой гипотезы получается что нормально нервная ткань блуждающий нерв должен был сдерживать активность макрофагов а коронавирус я почему вам говорю что он коварен он взял и сел найти n холина рецепторы он их заблокировал и ацетилхолин не может оказывать свое успокоительное действие на макрофаге именно поэтому они ночевая начинали изливать больших количеств провоспалительные цитокины понимаете да то есть не то что курение само по себе то есть просто как бы через это через никотин чувствительные холина рецепторы ищется ответ почему возникают цитокиновые штормы потому что вирус оказывается наверняка может связываться с этими рецепторами и вот дальше если двигаться здесь как раз можно еще и объяснить почему попадает обоняние так все-таки курение она защищает или нет курение от заражения заражение понятно не защищать курение от урвы и не защищает вот просто получалась такая ситуация что если только никотин связывался с энхолина рецепторами то мог не связаться в этот момент вирус то есть токотинового шторма а шанс уменьшается в какой-то степени да но это не значит что надо курить это одна из гипотез только то есть но это не значит как вот вы сказали бежать табачный киоск и сразу закурить потому что как только не курящие там еще начинают больше курить проблем будут другие потому что как только начнешь сейчас сразу курить то повысится уровень помните ангиотензин 2 был повышение давления под никотином по 10 никотину он повышается мы с вами уже разобрались цепочки чем больше ангиотензина 2 тем больше появляется apf 2 apf 2 это калитки то есть здесь вот мы пытаемся просто разобраться на каких звеньях где что может происходить поломка с обонянием та же самая ситуация срочно бросать курить например перед ну началась эпидемия ты понимаешь что надо срочно будет как бы есть такой такой совет может можете выдать но такой совет я не могу дать потому что я понимаю что для курильщика это какая-то все таки но во первых он никотин зависимый раз и если волну пандемии он сейчас решит бросить курить у него и вот из-за абстиненции то есть у него будет абстинентный синдром и будет не хватать этого плюс а та информация которая идет из телевизора и из средств массовой информации из интернета стресс стресс зачем вот в этой ситуации никаких резких движений надо четко понимать что может помочь но зачем делать резкие движения но там тоже по при обонянии при потере там в общем то как я понимаю хотят то есть никто не может доказать дело в том что калитки вот эти вот они есть но они не на чувствительных клетках а вот как раз при передаче чувствительных обонятельных клеток информации вот вы видите да мою стрелочку вот в этом месте там тоже работают энхолина рецепторы может быть как раз блокада вирусом вот этих вот энхолина рецепторов вызывает потерю обоняния теперь самое страшное это почему в больницах назначают вот эти вот противосвертывающие препараты это по одной простой причине дело в том что итак у нас вот есть с вами отправные точки калитка фонарик и калитка вот этот фонарик и калитка есть на эндотелиальных клетках то есть на тех клетках которые как кафельная плитка гладкая кафельная плитка лежат внутри наших сосудов именно благодаря этой гладости когда клетки крови текут они не травмируются и вот эти эндотелиальные клетки таскать это контактеры с кровью маска такая ну да это такая выстилка так вот калитки и фонарики есть на эндотелиальных клетках соответственно реально не только альвеолы повреждаются через вот те сурфактан продуцирующие клетки вирус когда заходит дальше а ведь там же газообмен там много капилляров легких и возникает то что называют эндотелитом it это всегда в медицине воспаление то есть вирус начинает залезать в эндотелиальные клетки и губить их убивать их то есть вместо смазки получается наждачка и вместо смазки получается наждачка а как только появляется наждачка то в этой ситуации сразу же организм отвечает надо заклеить а клей это тромб и вот поэтому появляется то сказать возможны тромбозы следующий вопрос который то сказать мы с вами как-то еще до эфира обсуждали это в чем провинилась вторая группа крови помните да вы сказали что да где-то сказали что нет где-то сказали что да дело в том что ну наверное когда первые сообщения пошли о том что в россии больше людей заболевших со второй группой крови у нас просто в россии чуть больше живет людей у которых вторая группа крови на втором месте первая группа крови потом третье потом четвертая причем если вы посмотрите вот на этот слайд то вы увидите что у нас например то сказать как бы вот 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 мы вот в германии примерно так же как у нас но в той же самой италии и в испании у них преобладает первые группы крови где кстати была вспышка очень мощная есть есть то есть вот в этой ситуации вроде бы такой связи нет потому что как бы вы видите но просто разные распределения если бы например мы с вами на китай посмотрели то в китае если вот у нас всего там сколько получается 23 процента третьей группы крови а в европе еще меньше таскать как бы а в китае там 1 2 3 группы крови их по 3 то есть почти по 30 процентов понимаете то есть 31 32 процента вот но но есть одно но оно заключается в том что еще вот когда я пытался разобраться это не значит что я смотрел литературу только к видной эпохи я пытался залезть в более ранние работы где что-то там показывали таскать и пытался это анализировать так вот более ранних работах еще пока не было к вида никакого там было четко показано что с группами крови на самом деле связан ряд заболеваний то есть вот для первой группы крови больше характерно так сказать заболевания желудочно-кишечного тракта там всякие бактериальные там штуки еще что-то а вот для второй и третьей группы крови четвертой для них было показано что у них чаще для этих людей все-таки заболевания которые связаны с тромбозами то есть и инсульты сердечно-сосудистые всякие катастрофы и нашли ответ почему это на самом деле так дело в том что у людей с не первой группой крови у них в крови находится чуть больше одного из факторов свертывания так называемого фактора велибранта при его недостатке развивается наоборот болезнь велибранта то есть кровоточивость вот а здесь его чуть больше и вот когда фактор велибранта чуть больше то получается что делает фактор велибрант помните мы с вами разговаривали про эндотелит то есть вирус убил вот они эти желтенькие это эндотелиальные клетки смазка вот он убил и фактор велибранта как раз как клей начинает приклеивать сюда тромбоциты и идет инициация пусть локальное сначала образование тромбика но этот тромбик потом может выйти и разрастись дальше то есть на самом деле а как бы есть факторы способствующие на тому что у людей с не первой группой крови чуть более повышенная склонность к тромбообразованию соответственно более тяжелым протекания болезня ну да там потому что вы понимаете как бы это уже другая часть болезни и поэтому когда врачи смотрят и почему я еще раз говорю никаких никакой самодеятельности все совершенно четко смотрится сначала по анализам идет оценка состояние конкретного пациента то есть поймите не бывает вот там когда рекомендации для такого 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 здесь конкретно какой царе активный белок какое количество додимеров какой уровень фабриногена еще много-много-много таскать а лт аиста я просто рассказываю основные веки как это развивается но у каждого все развивается чуть по-разному по времени чуть по-разному одно проявляется и вот как раз характеристиками проявления то одного то другого является вот разные как это сказать показатели в анализах но кстати когда мы с вами разговаривали еще до программы по поводу второй группы крови которая считается наиболее подвержена к в 19 и и обладатели а вы сказали что есть еще данные по плазме по моему да которую сейчас наиболее востребована именно 2 группы крови то есть это означает что это подтверждение подтверждение возможно немножко неправильно говорю но я думаю что вы сейчас вспомните из нет но там ну как сказать я просто слышал что вы таскать как бы вот наиболее востребованный является плазма ту которую используют для лечения именно 2 группы плазма с антителами к виду которая да да собрали хранят и она сама востребованность это означает но сам прямой пока я не сказал что самое востребованное по-другому вы понимаете как вы как журналист пытаетесь сразу так это какой-то взрыв сделать самое востребованы еще раз говорю она чаще бывает нужно ну примерно в проценте 10 15 не знаете хорошо если бы я вел эту статистику на самом деле это стоимость есть центр крови вистор станет который достаточно нет вообще в республике татарстан этот процесс идет дело в том что ректор казанск федеральный университет ильич отравка гафуров он как бы разговаривал суставного лечим с нашим президентом он сказал что надо бы когда это стало понятно что инициировать этот процесс и вместе с минздравом то сказать мы начали заниматься сейчас настоящий момент идет заготовка я кстати обращаюсь ко всем кто переболел ковид-19 потому что сказали может быть они не знают об этом то есть пожалуйста если вы переболели у вас крови есть антитела то можно это сдать кровь то сказать ну там немного и и не нет причем точки приема это и центр крови который на проспекте победы это ркб это седьмая городская больница это больница в набережных челнах потому что вся та плазма который там собирается потом она приходит в к фу мы участники этого процесса и как это не получая за это денег мы типируем титр определяем эти тел много там антител или немного антител его до конца года мы пока это будем заниматься потом может быть будет другая программа уже так сказать где она будет продолжаться наверняка но я в казанской федеральный университет его научные специалисты его силы просто часть плазмы выбраковывают поскольку там ничего не выбраковываем нам приходит оттуда плазма и для врачей важно понять много там антител или мало и мы только отвечаем на вопрос какова концентрация антител дальше уже врачи решают использовать эту плазму или не использовать хорошо вот ну и несколько слов в конце наверное про вакцины это отдельно вам надо передачу потому что вот здесь вот самый первый карикатур сейчас у нас много антипрививочников всего это вот первая карикатура вообще антипрививочников по поводу оспы поскольку помните мы с вами говорили что дженеровская вакцина это была коровьи оспы по сути дела явно британская их не стиль да и до 17 ну вот да вот видите ли что люди там коровы начали головы вырастать из разных частей тела таскайте в коров превращаться ну а если коротко сказать что реально конечно есть по сути дела четыре типа вакцин первый тип вакцин это то о чем мы с вами уже говорили это вот как дженеровская ослабленная то есть это живой вирус и когда он попадает он просто не может вызвать заболевание но весь каскад вот тех реакций про которые мы говорили все это в организме проходит и поэтому в ровсе резерв стойкий иммунитет да 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 которая в одном случае ответит второй тип вакцина это тот тип вакцин это убитые вакцины и вот центр чумакова они как раз разрабатывают у них сейчас третья фаза клинических исследований идет то есть это когда берется целый вирус и таскать он убивается и потом он вводится и ну-ка специально есть одевант который инициирует еще иммунный ответ она сильна тем что во первых таскать в вирусе как минимум 28 белков есть и вот в этой ситуации на 28 белков будут вырабатываться антитела таскать и как бы на на все компоненты вируса это будет вырабатываться та первая вакцина которая появилась это нецгамолея это когда кусочек генетической информации о белке шипа был вставлен внутрь аденовирусов причем двух разных аденовирусов поэтому на двойная и то есть получается как бы аденовирус должен проникнуть вызвать инфекционный процесс там появится немножко вот белка шипа но одного белка шипа сама вируса нет да а вот мы говорим там есть 28 то есть он как бы будет на только на шип а вот центр вектор который вакцина это очень чисто белковая вакцина то есть это просто белок шипа вводится но для того чтобы на него наработали сенсила только вот на на этот с белок шипа но на мой взгляд так сказать все таки вот центром чумакова разрабатываем вакцина она будет наверное более эффективно это раз и второе но вы сейчас знаете да как бы про профессор чапурнова который на себе по сути дела поставил эксперимент второй раз там пытался заразиться и заразился кстати вот и если будет требоваться вакцина как вот против гриппа сезонно прививаться нам от коронавируса то наверное самый идеальный вариант это будет как раз вот то что либо убитой либо то как вы сами догадались и сказали атонуированные которые я пока таскать как бы не знаю где у нас в россии это атонуировано разрабатывает но убитые атонуированы они более подходящий будут для таких многократных вакцинации ну что ж на этой оптимистической ноте мы закончим нашу сегодняшнюю программе берегите себя и будьте здоровы берегите себя будьте здоровы а в следующий раз когда программу будете делать я просто к организаторам ставьте экран вы защитите тех кто участвует в этой передаче ну да я еще раз напомню в гостях у нас сегодня был проректор по биомедицинскому направлению казанского федерального университета директор института фундаментальной медицины и биологии казанского федерального университета профессор доктор медицинских наук киасов андрей палыч до свидания до новых встреч до свидания спасибо субтитры делал DimaTorzok